Аграрии страны собрались на день поля, который прошел в Акмолинской области. В мероприятии приняли участие более 150 компаний, порядка 5000 фермеров и специалистов в области сельского хозяйства, в том числе и из-за рубежа. Представлены последние достижения агропромышленного комплекса. Иностранные и отечественные компании представили все виды тракторов, комбайнов и пассивных комплексов. На других экспозициях новейшие разработки в области сельского хозяйства. От экспериментальных сортов зерна до цифровых платформ. Есть поговорка, да лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наглядно на практике, в тестовом режиме посмотреть технику, посмотреть для себя плюсы, минусы и определиться с тем, нужно нам это, нет. Проговорить, какие возможности по приобретению есть, по доставке, по всему остальному. Поэтому однозначно это и для нас имеет большую пользу. Здесь лично представлено 5 чайских компаний. И кроме того, есть еще здесь представлено множество других компаний с точки зрения. Я должен сказать, что к этому подходим довольно серьезно. У нас в рамках посольства работает человек, который представитель Министерства сельского хозяйства, развивает связи, ездит по регионам. Для сельхозников были организованы круглые столы и мастер-классы. Здесь же представители Акимата обсудили с аграриями вопросы сотрудничества. Хотел бы сказать, что наша область особенная, владеет чуть более 5% земли в нашей стране. В частности, одна четвертая часть нашей пшеницы – это наша Акмолинская прописка. Сегодня очень много компаний сюда приехало. Организаторы уверены, по итогам дня поле аграрии не только обменяются опытом и технологиями, но и обновят парк сельхозтехники. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24.